С 1 февраля 2017 года произошло объединение службы скорой помощи четырех районов Кашхабльского, Шовгеновского, Геогинского и Красногвардейского с организованной подстанцией скорой медицинской помощи в Ауле Хакуринохабль. Данная служба позволяет проконтролировать время оказания помощи, а при госпитализации построит оптимальный маршрут доставки больного медучреждения. Но такое новшество вызвало много негативных эмоций со стороны жителей. От населения поступают жалобы на сроки приезда скорой помощи к пациенту. Именно этой теме было посвящено совещание с участием главного врача станции скорой медицинской помощи города Майкопа Ильи Сауленко. Встреча прошла в зале администрации района, на котором присутствовали глава района Заур Хамирзов, главы сельских поселений, главный врач Кашхабской центральной районной больницы Заур Хашев, заместители главы, начальники управления, заведующие отделами администрации района. Открыл встречу Заур Хамирзов. Скорая помощь – это очень серьезный социальный проект, и ее работа зависит не только от самой скорой помощи, но и в первую очередь от глав поселений, от работников районных сельских администраций. О трудностях при создании единой диспетчерской службы рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи города Майкопа Илья Исауленко. С 1 февраля была создана единая диспетчерская служба на базе ГУС РАЭС СМП города Майкопа. Была организована подстанция, объединенная по четырем районам. Да, были определенные трудности по организации, и в первые три недели февраля была большая проблема с переадресацией вызову скорой помощи по сотовым операторам. На данный момент сейчас вот эти проблемы по переадресации решены. С нами подписаны соглашения о взаимодействии с Краснодарским краем. С прилегающими территориями, чтобы вызова, которые поступали в соседний регион, передавались на единую диспетчерскую службу. Было отмечено, что все бригады скорой медицинской помощи укомплектованы новыми ЭКГ-комплексами Микардуана, а также мобильными рабочими местами врача скорой медицинской помощи. То есть теперь медсестры будут выезжать на вызовы в паре с врачом или фельдшером. Это позволит увеличить оперативность взаимодействия медицинских работников с отделом диспетчерской службы. Министерством здравоохранения были приобретены новые ЭКГ-комплексы Микардуана, что позволяет фельдшерам оперативно снимать ЭКГ. С заключения сразу приходят бригады на планшет, формируется единая база, эта база потом в дальнейшем будет интегрироваться с единой системой, на которой работают и поликлиники. Поэтому ЭКГ-заключения будут находиться и у поликлинических работников тоже. Все бригады сейчас укомплектованы корпоративной сотовой связью. Конечно, в феврале месяце отсутствовали бригады довольно-таки часто в Ходзе, в Майском. Поэтому дублирующие бригады присылались даже из города Минкопа. На данный момент фельдшера повозвращались. Поэтому такой катастрофической обстановки с кадрами у нас сейчас на данный момент нет. При создании единой диспетчерской службы много проблем возникало из-за нехватки рабочих кадров. Но на сегодняшний день этот вопрос уже решен, отмечает главврач станции скорой помощи. На данный момент подобных случаев уже нет. Все впиралось в то, что просто не хватало именно физических лиц. Все заключалось в том, что кадры просто к нам не берешь. Сейчас этот момент уже, скажем, на 85% он решен. Следует также отметить, что теперь вызовы скорой помощи подразделяются на экстренные и неотложные. Утверждение 20-минутного лимита распространяется на экстренные вызовы скорой помощи, связанные с критическими ситуациями. Какой промежуток времени это положение дается на вызов скорой помощи на приезд? Вызов пошел, через какое время он должен быть? Значит, то, что касается экстренных вызовов, по положению скорая должна приезжать за 20 минут. Это то, что касается ДТП, травмы, роды, потери осознания, остановка дыхания. Все остальные вызова по мере свободности бригады от экстренных вызовов. Как правило, неотложные вызова по положению, по клиническому, они быть обслужены должны быть в течение двух часов. Далее главы поселения озвучили проблемы, волнующие жителей подведомственных им территорий. Проблема действительно есть. Я не знаю, вы сейчас хорошо рассказали, там по зарплате, по всему остальному. Значит, первая проблема – это единая диспетчерская служба. Потому что я сам участвовал весь промежуток этого года, январь-февраль-март месяц, вызывал эту скорую помощь. Значит, дозвониться очень просто. То есть мы дозвонились, вызов прошел. Но после этого начинается самое интересное. От 40 минут до полутора часов, не меньше, мы ждем приезда скорой помощи. У вас фиксируется вызов. Я знаю, вызов прошел, вызов фиксировали через компьютер, через все. Но фиксации куда пошла машина, сколько ее нет, я не знаю. И в какой промежуток времени она пребывает, этого нигде нет. То есть скорую мы ждем, я говорю, ну в среднем час. То, что просто физически не было бригад. И в регионе довольно-таки протяженные трассы, пробеги очень большие. Некоторые населенные пункты, конечно, бригада, она просто физически за 20 минут доезжать не сможет. По поводу того, что посылается бригада с другой подстанции, а не ждется бригада, которая на месте. Он, вот этот вопрос, он очень скользкий. Дело в том, что диспетчер, он тоже не может знать, насколько будет задействована данная бригада по времени. Получается, даже, скажем, если это бронхиальная астма или, ну допустим, гипертоническая болезнь, в среднем бригада находится 30-40, от 20 до 40 минут непосредственно в постели больного. Плюс мы берем сам доест. Тоже, ну 10-15 минут, скажем, если в... И получается, что данная бригада, она уже вызов будет зависший. А если она будет госпитализировать? Спорный вопрос. Эта практика у нас такая существует. Прозванивать на вызова, она уже будет консультироваться, насколько она будет свободна и будет ли госпитализация. Если будет госпитализация, конечно, целесообразнее послать бригаду даже с другого района. Если нет, конечно, есть смысл подождать. Но все равно вот этот вызов, он все равно будет зависший. Если бригада занята, как правило, как правило, если они поступают довольно-таки кучно вызова, как правило, как правило, как правило. Главами также были отмечены и положительные моменты. У меня, наоборот, как бы положительный момент. Гипертоника вызвала скорую помощь. Приехал Риамобиль. Я, наверное, такого обслуживания от своего терапевта никогда не видела. Ее обслужили, ее кололи. В общем, она осталась довольна очень. В свою очередь, глава района подчеркнул, что нужно доработать систему взаимодействия диспетчерской службы с населением. То есть, жители должны знать о времени прибытия скорой к пациенту. Сейчас мое предложение нужно упорядочить работу именно диспетчерской службы. Тут про компетентность скорой помощи работников речи не идет. Тут идет речь о времени подъезда к самому больному. По поводу пожеланий взаимодействия диспетчерской службы непосредственно уже в Шаргеновской подстанции сегодня присутствует и заведующий. Я думаю, он себя запишет и проведет с диспетчерами разъяснительную работу в плане того, что если действительно бригада отсутствует или госпитализирована, чтобы диспетчера напрямую выходили на пациента и прорабатывали вот этот момент, чтобы вот этой тревожности у пациента не было. Соответственно, если машина выехала, допустим, с другого района, и ей требуется время на доезд, чтобы пациенты об этом знали. Этот вопрос проработаем. Номера у нас фиксируются в автоматическом режиме, у нас стоят и запись всех разговоров, и определение номеров. Затем выступил заведующий подстанции скорой медицинской помощи Аула Хакурина Хабль. Раскорбевич уже сказал, что очень важно пациенту знать, занята бригада или свободно. Вот в Шаргеновском районе, по крайней мере, уже диспетчерам я объяснил, что по своим, да, они уже так и говорят, они всех знают тоже там в Ауле Хакурина Хабли, Мамхеге. Они звонят и говорят, девочки, машина уехала в Майкоп, подождите, какое давление. Как раньше это, в общем-то, делали, там, рекомендовали принять таблетку или нет. Мы сейчас этого делать не можем, потому что по телефону сложно оценить степень тяжести больного, да. Но если больной известен, да, ему, во-первых, сообщают. Я сейчас встречусь со своими диспетчерами и даю им информацию, чтобы вот в таких случаях, да, они как-то старались прозванивать при занятости бригад пациентам, чтобы те были оповещены, когда им ожидать. Или, если у них есть возможность, допустим, и вызов такой, который требует госпитализации, чтобы пытались как-то своим транспортом. Так тоже делают, когда люди понимают, что бригады нету, едут своим транспортом. В общем-то, в этом направлении будем работать. Главный врач станции скорой медицинской помощи Илья Исауленко заверил главу района, что в скором времени проблемные моменты будут устранены. Доработаем мы систему непосредственного взаимодействия диспетчеров и пациентов, чтобы пациенты в тот жизненный тяжелый момент, когда необходима скорая помощь, чтобы они не оставались один на один со своими людьми. В завершении, обращаясь к главам поселения, Заур Хамирзов сказал. Я еще раз подчеркиваю, это проблема не только скорой помощи, это наши с вами проблемы, потому что мы с вами каждый день с этим сталкиваемся. Это работа в том числе и органов местного самоуправления, кем мы с вами и являемся. Заур Аскорбевич дал поручение главам поселения упорядочить работу скорой помощи, вести мониторинг и в дальнейшем совместными усилиями с республиканской службой прийти к эффективному обслуживанию населения. Хочется проинформировать жителей района, что вызов скорой медицинской помощи с мобильного и стационарного телефона осуществляется по номеру 103. Номер 103 единый для всех операторов.